Прошли очередные 7 дней, с вами снова Руслан Левиев, это очередная сводка с войны. Жара, конечно, вносит свои коррективы в ход боевых действий. В таких температурных условиях снабжение играет критически важную роль. В последние дни мы особенно часто слышим про доставку воды на передовую с помощью дронов. При этом другими дронами логистика снабжения войск уничтожается. Например, в приграничном районе Харьковской области появился участок дороги, который теперь многие называют «дорогой смерти». На кадрах с дронов видно, как вся дорога усеяна сгоревшими автомобилями. Этот участок дороги располагается в районе поселков Стрелечье, Красное, Мараховец. По этой дороге снабжаются российские войска на западном участке Харьковского фронта. Плюс, представьте себе пехотинцев, как российских, так и украинских, которым в полном обмонтировании порой надо пройти по нескольких километров в сутки. Как итог, темп боевых действий снижается. На нескольких участках фронта российские войска все же достигли некоторого успеха. В частности, спустя много месяцев снова приходят новости с Временского выступа. Этот участок линии фронта был на слуху прошлым летом, во времена украинского наступления. В сводках Минобороны России он проскакивал под названием «Южно-Донецкое направление». Там, в результате длительных боев, российским войскам удалось снова захватить поселок Урожайное. Они захватывали его еще в 1922 году, но во времена прошлогодней украинской наступательной операции он был освобожден. На Очеретинском выступе российские войска продвинулись по направлению на поселке Лозавадское, Прогресс и Новоселовка-1. По Новоселовке-1 я не уверен насчет следующей сводки, но вот через сводку, то есть через неделю, я предполагаю, что она будет захвачена уже полностью, ну при текущем темпе продвижения. Напомню, ее уязвимость заключается в том, что помимо наступающих с севера и юго-востока российских сил, сзади украинские войска как бы подперты рекой Волчья. Поэтому тактически это невыгодная конфигурация фронта, и оттуда придется скоро уходить. На Торецком направлении армия России продвинулась в поселок Зализное. И хотя от Зализного до города Торецк всего 3,5 километра, я думаю, на протяжении еще нескольких наших еженедельных сводок они будут идти до города. Потому что на этом направлении им еще нужно обеспечить фланги будущей атаки на Торецк. А именно, двигаться со стороны Нью-Йорка и поселка Дружбин. Возвращаясь к Черетинскому выступу, я вам не раз рассказывал в сводках, что тут российские войска ставят целью оттеснить ВСУ за реку Волчья. Потому что реки и прочие водоемы являются естественной преградой, ну такой условной фертификации, по которой дальше удобно выстраивать свои позиции, готовясь к последующим атакам. Вот яркий тому пример мы видим в Часовом Яру. Уже несколько недель прошло с момента захвата микрорайонный канал, а российские войска с тех пор так и не пересекли водный канал Северский Донец, Донбасс. Тут они продолжают укреплять фланги. Поступили сообщения, что они смогли захватить поселок Калиновка к северо-востоку от Часова Яра. Рассказывая о ситуации на фронте, я часто говорю вам, что все эти продвижения даются российской армии огромной ценой. Но что такое эта огромная цена? Вот возьмем, к примеру, поселок Урожайно, о котором я говорил в начале сводки. Это крохотный населенный пункт, в котором даже до войны жило меньше тысячи человек. А вследствие первых двух лет полномасштабного вторжения он фактически превратился в руины. И вот ради повторного захвата этих руин российские войска потеряли не меньше 50 единиц техники. И это только визуально подтвержденные потери на данный момент. Подсчетом таких потерь в контексте конкретных продвижений занялся известный исследователь в действующей твиттере под никнеймом «Дефмонд». Он также отмечает, что российская армия продолжает таким образом распылять свои ресурсы на множество направлений. Например, битва за Новомихайловку на юге Донецкой области в этом году. Опять же, полторы тысячи довоенного населения. В итоге ради крохотного поселка потеряли 74 танка и 150 БМП и БТР. Я вас уверяю, что если вы скажете военнослужащему любой армии мира, что Россия положила в боях за поселок танковые и мотострелковые полки вместе, у вашего собеседника глаза на лоб полезут. И он будет спрашивать, а в России танки как персчипы пекут что ли? Откуда такая расточительность? Меня часто спрашивают, а может ли Россия в этом году устроить новое масштабное наступление? В теории могли бы. Если бы они не распыляли бы ресурсы вдоль всей линии фронта, а выбрали бы один-два главных участка и перебросили бы ресурсы туда, вот тогда это стало бы серьезной проблемой для украинских сил. И тогда бы я в сутках говорил не «ну вот Новоселовку первую возьму скорее всего через неделю, а столицком еще долго», а я говорил бы «Новоселовка первая вероятно будет захвачена к завтрашнему дню». Но на практике я считаю, что даже понимая эту проблему, российские генералы никогда на изменение своего подхода к ведению боевых действий не пойдут. Ведь им важна не вот эта вот вся чушь, которую пропихивают по российским федеральным СМИ про то, что «воюем до победы» им важнее самим выслужиться. А это значит в каждом следующем месяце докладывать о новых успехах на веренном тебе участке фронта любой ценой, даже ценой танкового полка за поселок. Стоимость такого подхода в технике хорошо видна на примере списка потерь, составляемого полонтерами проекта «Орикс». Только с начала года они добавили в список 611 танков, 825 БМП различных модификаций, 300 мотолык и почти 200 БТРов. Да, здесь нужно сделать оговорку, что часть внесенных в список потерь — это техника, уничтоженная в предыдущие года. Но все равно темп получается зашкаливающий. По танкам, например, мы оцениваем, что Россия поставляет их порядка 100 штук в месяц на фронт. Из них где-то около 20 — это свежепродненные с нуля, а все остальное — это снятое с резервов, отремонтированное и восстановленное. Но до танков мы сегодня еще подробнее дойдем. Что касается людских потерь. На этой неделе телеграм-канал «Досей шпиона» опубликовал список безвести пропавших на Торецком направлении военнослужащих 109-го стрелкового полка. Кстати, обратите внимание, что я говорю «стрелкового», а не «мотострелкового полка». Это означает «немеханизированное подразделение», то есть практически без техники. Так вот, категория «безвести пропавший» в подавляющем большинстве случаев означает, что человек погиб на войне, но тело его пока не найдено и не возвращено. Этот список независимо проверили сторонние исследователи. Они изучили паблики ВКонтакте, где ищут потерявшихся на войне военнослужащих родственников и нашли несколько совпадений. Так вот, в этом списке 194 имени из одного полка, и это только за три недели боев. И это без учета погибших, которые, собственно, записаны в категорию погибших. Почти 10% полка только пропавшими без вести за три недели. Похоже, что этот год будет как минимум не менее кровавым, чем прошлый. Как и предсказывали в своем последнем исследовании по реестрам наследственных дел издания «Медуза» и «Медиазон». Неудивительно, что Росстат решил скрыть таблицу с подробными данными о числе умерших и смертности от внешних причин, на что обратил внимание демограф Алексей Ракши. В эту категорию смертей от внешних причин входили смерти, не связанные с болезнью. То есть это смерти в результате ДТП, убийств, самоубийств или войны. Именно используя эти таблицы, издания «Важные истории» в прошлом году вычисляли избыточную смертность мужчин и таким образом прикидывали реальные российские потери на войне. Что ж, теперь этот метод предсчета больше не доступен. Что касается танков, я обещал вам чуть ранее подробнее коснуться этой темы. В западной прессе есть ряд утверждений, основанных на неверных исследованиях, на мой взгляд. Ну, например, утверждение о том, что Крымский мост больше не используется для переброски военной техники. Это неправда. Видеозаписей таких перебросок появляется все меньше. Но это просто потому, что такие переброски стали повседневной рутиной. Плюс за публикациями подобных фото и видео стали жестче следить. А так, нам иногда в СИТ присылают местные жители видеозаписи, на которых мы видим перебрасываемую технику. Плюс иногда все же кадры появляются и в открытых источниках. Другое неверное утверждение появилось на днях в статье издания Economist. В ней было сказано, что Россия в этом году сможет произвести не более 28 новых танков Т-90М прорыв за год. А все остальные Т-90М, поставленные на фронт, это танки Т-90 первых модификаций. Например, Т-90А, модернизированные до версии М. Я утверждаю, что авторы статьи заблуждаются. Во-первых, еще в прошлом году по подсчетам со спутниковых снимков бас-хранения оставалось около 90 штук танков Т-90 первых модификаций. То есть к этому году они совершенно точно закончились. Более того, есть свежие исследования по спутниковым снимкам, где прямо подтверждается, что да, все, больше нет никаких старых Т-90. Банально нечего больше модернизировать до версии Т-90М. И на крытых площадках в гаражах этих танков тоже нет, потому что оттуда их забирали в первую очередь с самого начала полномасштабного вторжения. Авторы статьи дают оценку, что на три модернизированных старых корпуса Т-90 приходится один построенный с нуля. Эта оценка дается на основании старых контрактов Минобороны России, которые были заключены с Уралвагонзаводом еще в конце 2010-х годов. В тех контрактах действительно было прописано 3 к 1. Но с тех пор много воды утекло, плюс все поменялось в оборонно-промышленном комплексе после начала полномасштабного вторжения. Так что никаких оснований экстраполировать данные этих контрактов на современное время мы не видим. Также нам персонали видеозаписи с эшелонами танков в этом году. И только на одной из них было 23 танка Т-90М. Плюс фотошеты Уралвагонзавода в марте и мае, на которые попало как минимум по 10 танков Т-90М в каждой из поставок. Наша оценка, оценка команды CIT, 20-30 новых произведенных с нуля танков Т-90М в месяц. Оценка основана отчасти на таких наблюдениях с эшелонами, отчасти на том, что варить новые корпуса танков не так сложно, а перевод завода на круглосуточные смены в условиях нормального финансирования дает существенный прирост по корпусам. Хотя, возвращаясь к началу сводки, этого темпа тоже не хватает для нынешней войны. Все-таки, когда мы на одну миновую Михайловку тратим по 74 танка... Кажется, у нас появилась новая традиция. Раз в несколько месяцев Александр Лукашенко заявляет, что со стороны Украины существуют угрозы для Беларуси, и нужно срочно стянуть войска границы. Такое уже несколько раз происходило за эти два с лишним года. И каждый раз журналисты меня спрашивают, а что будет, если Лукашенко решит бросить армию в бой? А значит ли это, что Россия сейчас опять перебросит войска в Беларусь и пойдет с севера на Киев? И, ожидаемо, спустя небольшое время, Александр Григорьевич заявил, что угроза ликвидирована. Поэтому все стянутые границы войска возвращаются в пункты постоянной дислокации. По этому поводу в зетканалах разразился вой. Мол, это что за предательство такое? Ведь теперь украинские войска перенаправят высвободившиеся подразделения на сложные для России участки фронта. Знаете, я хочу попросить вас, аудиторию сводок и журналистов. Пожалуйста, давайте перестанем обращать внимание на этого крепкого орешка. Пускай он сидит у себя и слушает перехваченные разговоры Ника и Майка. Исключительно ради новостных заголовков все это и затевалось. Я не эксперт по внутренней американской политике, не разбираюсь в американских выборах. Ну, по крайней мере, пока. Хоть и живу теперь в США. Но, судя по всему, все больше шансов, что следующим президентом Америки опять будет Дональд Трамп. По этому поводу мне вспоминается 2019 год. Это был первый срок Трампа. Тогда его администрация обвинила Россию в том, что она произвела и поставила на вооружение ракету 9М729, запускающуюся с комплекса «Искандер». Особенность этой ракеты в том, что она летает на расстоянии больше 500 км. А поскольку она при этом запускается с наземного комплекса, то разработка такой ракеты нарушает подписанный в 1987 году договор между Советским Союзом и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Коротко, договор РСМД. В категорию ракет меньшей дальности по этому договору как раз входят ракеты, летающие на расстоянии от 500 до 1000 км. Используя это обвинение, администрация Трампа вышла из договора РСМД. Лично я считаю, что прошедшие два года показали беспочвенность американских обвинений. Уж извините за такие знакомые вам по кремлевской пропаганде формулировки. Если бы Россия действительно создала и поставила на вооружение ракету «Искандера», летающую на расстоянии больше 500 км, мы совершенно точно увидели бы ее применение за эти два года. А таких примеров не было. При этом другие новые разработки, такие как ракета «Кенжал», все два года применяются. Позднее участие в договоре РСМД приостановила и Россия. Пару недель назад в Вашингтоне прошел юбилейный саммит НАТО, на котором много говорили о будущих угрозах России и Европе, и как этому противодействовать. И было принято решение, что с 2026 года США начнут размещать те самые ракеты средней и меньшей дальности, а также гиперзвуковое оружие в Германии. О возможных ответных мерах говорят и российские чиновники. Я считаю такое решение нынешней администрации США глубоко ошибочным. Во-первых, безопасность Европы можно было бы улучшить другими конвенциональными способами, например, более активно влияя на нынешнюю войну России против Украины. Поймите меня правильно. Здесь не стоит выбор. Либо мы размещаем ракеты в Германии, либо сдаемся на милость Путину. Нет. Во-вторых, договор РСМД появился неспроста. Среди специалистов по ракетным вооружениям уже много лет существует консенсус, что если у одной из ядерных держав появляется оружие, которое за время подлета 5 минут может обезглавить противника, то это резко повышает шанс случайной ядерной войны. Потому что, зная о такой возможности, этот самый потенциальный противник должен будет реагировать в сильно ограниченное время на сообщения о запусках ракет. Вот твоя система предупреждения о ракетном нападении выдала сигнал, что произошел запуск ракет по тебе, и через 5 минут вся властная верхушка твоей страны будет убита. За 5 минут у тебя нет возможности перепроверить, не является ли это глюком твоей системы предупреждения о ракетном нападении. Тебе придется действовать моментально, по наитию. А значит, можно из-за некачественных систем, некачественной, непроверенной информации, случайно начать ядерную войну. Этого пытались избежать договором о ракетах средней и меньшей дальности. А теперь мы возвращаемся на старые рельсы. Плюс высок риск того, что следующая администрация США будет та, которая и начала выход из договора РСМД. А ведь Трамп обещал закончить войну. При этом, я так понимаю, он хочет заставить обе стороны закончить войну, как минимум заставив Путина бояться и уважать США. А как еще это сделать, как не ракетами? Верно? Ну, если вы считаете, что можно обезопасить себя от нападения гопника, постоянно наставляя на него оружие, то у меня для вас плохие новости. А какие новости будут на наступающей неделе, мы узнаем с вами через 7 дней. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok